Париж С чего начиналась Вятская школа? С инструментов для письма на берёсте или воске, с появления православной церкви, с вятских воевод, но должен был наступить XVIII век, бурный Петровский. В 1735 году епископом Лаврентием Горкой в Хлынове открывается славяно-латинская школа. В середине XVIII века на основе школы создаётся духовное семинарие – первое среднее учебное заведение в регионе. Свежим дыханием вятское образование наполнилось в Екатерининское время. По реформе 1786 года в Вятке открылось одно из первых светских учебных заведений – Главное народное училище. А в уездных городах – Слободском, Наринске, Котельниче, Сарапуле – Малые народные училища. Со временем Главное народное училище было преобразовано в Вятскую мужскую гимназию, которая открылась 21 ноября 1811 года. На её устройство губернатор Фёдор Иванович фон Братке объявлял подписку по сбору средств. В 1824 году император Александр I во время своего визита в Вятку, по свидетельству современников, остался доволен чистотою и порядком в гимназии. С реформами Александра II гимназия становится доступной для детей и из крестьянских семей. В ней устанавливается новая продолжительность обучения – 8 лет. Гимназия стала Вятским университетом – местом, где царил дух просвещения. Под руководством опытных преподавателей здесь изучались чистописание, русский, латинский, греческий, французский, немецкий языки, математика и космография, история, география, естествознание, физика, черчение и рисование. Это было среднеучебное заведение классического профиля. Её выпускники часто становились студентами Казанского и столичных университетов, а при поступлении на гражданскую службу получали чин. Рост просвещения, изменения в общественной жизни привели к появлению учебных заведений для девушек. В октябре 1859 года в Вятке открылось женское училище первого разряда, преобразованное позже в гимназию. В этом же году императрица Мария Александровна взяла её под своё покровительство, и Вятская женская гимназия получила наименование «Мариинская». С 1871 года при женской гимназии при содействии земства были организованы педагогические курсы, на которых велась подготовка будущих учителей народных школ. Женское образование в губернии с каждым годом набирало силу, и на рубеже XIX-XX веков имело широкий размах. Если в 1915 году в Вятской губернии мужских гимназий насчитывалось семь, то женских – шестнадцать. Среднее образование вятские девушки также получали в епархиальном женском училище, открытом в губернском центре, в 1863 году, и в епархиальных училищах Слободского и Елабуки. Девушки должны были следить за своей внешностью, одеждой, прической, походкой, речью. Выходить в город они могли только подвое и под присмотром надзирательницы. В дальнейшем многие из епархиалок вели занятия в начальных народных училищах, работали домашними учителями. С открытия в 1867 году земских учреждений в губернии наблюдался расцвет начального образования. Уже с первых лет на повестке дня уездных и губернского земских собраний стояли вопросы обведения в регионе всеобщего начального обучения. Детищем земства было губернское училище для распространения сельскохозяйственных и технических знаний и подготовки учителей. Его выпускниками стали представители известных вятских династий – Спасские, Воснецовы, Тепляшины. По расходам на устройство школ, на подготовку учительских кадров, на приобретение учебных пособий, вятское земство стояло на одном из первых мест, опережая земство центральных губерний. Много внимания школьному делу уделял председатель губернской земской управы Афгсинтий Петрович Батуев. Постепенно сложилась и сеть профессиональных учебных заведений. Это реальные, ремесленные, сельскохозяйственные школы и училища. В 1908 году в Вятке открывается коммерческое училище. Существовали в губернии и национальные школы. Выпускник Вятской духовной семинарии, педагог Николай Николаевич Блинов, составил и издал первую азбуку удмуртов. Важным событием в истории губернии стало открытие 1 июля 1914 года Вятского учительского института. В него принимались лица всех званий и состояний православного вероисповедания с 16-летнего возраста. Среди вятских учителей можно выделить целую прияду талантливых педагогов. Огромен вклад в развитие среднего образования в губернии директоров мужской гимназии, выпускников Императорского Казанского университета Иван Михайловича Глебова, Эдуарда Егоровича Фишера, Николая Федоровича Свешникова, выпускника Казанской духовной академии Сергея Андреевича Нурминского, начальницы Вятской женской гимназии Александра Николаевны Дютрессель. В школах Старой Вятки получали образование многие видные литераторы, ученые и общественные деятели. Новым этапом в истории образования стала советская эпоха. Школа испытала на себе все тяготы революционного времени. Созидательный дух проявился в создании школ по ликвидации неграмотности. В Вятском крае начиналась культурная революция. Веянием времени в губернии стало создание школ коммун и школьных городков. Осенью 1918 года открылась школа коммуна в селе Знаменка Яранского уезда, одна из первых в стране. В начальный период советской власти в регионе появляются первые высшие учебные заведения – Педагогический институт. Преобразованный из учительского института, новый вуз с самого начала стал центром научной жизни региона. В Котельниче, Амутнинске и Яранске работали учительские институты. Открывались школы фабрично-заводского ученичества. На предприятиях работали технические курсы и кружки. В 1930 году в Вятке приступил к работе зооветеринарный институт. Впоследствии переименованный в сельскохозяйственный. Важным шагом на пути к просветительству стал переход к всеобщему начальному образованию. Школы области оставались очагом знаний и стали надежной опорой государству в годы Великой Отечественной войны. Многие учителя ушли на фронт. Оставшиеся в тылу брали шефство над эвакуированными в Кировскую область детьми. Аполлина Николаевна закончила вот здесь, в Мариинскую гимназию. Проработала два с лишним года в деревне, а потом ее перевели в Вятку, вот в эту начальную девятую школу. Она покупала свои деньги, ей уже орден Ленина был вручен в 1940 году, до войны. Она покупала витамины, а потом они заваривали в школе хвою, и она по чайной ложечке, как только они приходят в школу, всем этой хвоей отвара давала, пить заставляла. И витамины покупала, им давала, ученикам. Ну вот это говорит о доброте ее. В области насчитывалось свыше 200 детских домов и интернатов. Кировская область стала местом эвакуации ряда высших учебных заведений страны. В областном центре находился в эвакуации наркомпрос РСФСР. Послевоенный период ознаменовался переходом к всеобщему восьмилетнему обучению, а затем и к всеобщему среднему образованию. Сам за себя говорит факт. В 1950 году около 40% бюджета города Кирова было асигновано на народное образование. Это было время роста числа учащихся, время постройки новых просторных школьных зданий. Тот период я запомнила на всю свою жизнь и до конца ее. И именно потому, что рядом были с нами, со мной рядом были замечательные учителя. Я подчеркиваю всегда, не педагоги, не преподаватели, а учителя. Они учили нас не только предмету, они учили нас жизни. Моя учительница литературы Елизавета Петровна Смыслова была замечательным человеком, чудесной женщиной, матерью. Она перенесла много трагического в жизни, и репрессию отца, и гибель сына. Но она всегда была продолжением какого-то теплого чувства, и учила стойкости, выдержке и терпению великому. В августе 1974 года был торжественно открыт областной дворец пионеров «Мемориал», ставший центром гражданско-патриотического воспитания молодежи области. К середине 80-х годов в области работало свыше тысячи школ. Больше времени стало уделяться изучению иностранных языков. В 1964 году в Кирове появляется специализированная школа с преподаванием ряда предметов на английском языке. При школах открывались клубы интернациональной дружбы. Начальное профессиональное образование развивалось по линии создания училищ. В 46 профессионально-технических училищах Кировской области обучалось более 20 тысяч человек по 170 специальностям и профессиям. Успешно развивалась и система высшего образования. В 1963 году семья Кировских вузов пополнилась политехническим институтом. В 1987 году был открыт Кировский филиал Пермского медицинского института, преобразованный позже в самостоятельный вуз. С советским периодом связана деятельность целой плеяды выдающихся педагогов, энтузиастов и подвижников, оставивших заметный след в истории вятской школы. Эпохой преобразований и одновременно испытанием на прочность для всей системы образования области стали 90-е годы. Школа видоизменяется вместе с политической системой государства, с утверждением новых общественных и личностных приоритетов. Гимназии, лицеи, появление первых частных общеобразовательных школ, поиск новых подходов к содержанию образования, внедрение инновационных образовательных программ. Огромное влияние на развитие современной школы оказывают демографические и экономические проблемы. В области осуществляется эксперимент по организации управления образованием на основе создания образовательных округов. Действуют областные целевые программы, направленные на реализацию приоритетного национального проекта образования. В городе Налинске с начала прошлого века вообще не строили школьные здания. И вот те существующие школы, которые сейчас размещаются в городе, они все ютятся в старых, достаточно уже изложенных зданиях. На сегодняшний день, когда говорим об активизации бюджетной сети образовательных учреждений, мы должны четко понимать, это не только сокращение и ликвидация существующих школ, это и открытие новых. В школах области интенсивно внедряются современные технические достижения информатизации. Учебным заведениям обеспечивается свободный доступ в интернет, организуются видеоконференции, начинается введение системы электронных дневников и журналов. Много внимания уделяется развитию системной работы с одаренными школьниками. Создаются условия для взаимодействия светского и духовного образования. Важным направлением является создание необходимых условий для обучения детей-сирот и детей-инвалидов. Создан центр дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями. На базе Кировского областного центра детско-юношеского туризма и экскурсий ежегодно проходит областная олимпиада по школьному краеведению. Здесь же плодотворно работает очно-заочная историко-краеведческая школа, где познают историю и культуру Вятского края ребята из районов. Привлечение учащихся к систематическим занятиям спортом способствуют областные спортыкиады. Мы ждем знаний. У нас нет такой суперзадачи, чтобы все получали пятерки. Потому что если мы такой задачей будем ставить, тогда мы и будем. Главная наша цель – это пятерку вывести. Мы должны сделать так, чтобы ребята, которые заканчивают школу, заканчивают образовательные жизни, чтобы они по жизни были успешными. И, в общем, считали, что они состоялись в этой жизни. Все эти шаги направлены на построение современной модели образования в регионе, достойной славным традициям Вятской школы. Продолжение следует...